Добрый день, коллеги! Спасибо за ваше присутствие на нашем четвертом вебинаре Rite Sustainability. В сегодняшнем вебинаре мы расскажем вам о международных практиках выпуска ответственных облигаций на европейских биржах. Небольшой дисклеймер. Когда мы в этом вебинаре говорим про зеленые облигации, мы в большинстве случаев имеем в виду широкий круг облигаций, включающий не только зеленые, но и социальные ответственные облигации в целом, так как они обычно находятся вместе в сегментах устойчивого развития соответствующих бирж. В прошлых вебинарах мы уже рассказали о зеленых облигациях, преимуществах выпуска зеленых облигаций и процедуре верификации зеленых облигаций. Для российских эмитентов мы подробно рассказали про процесс листинга на московской бирже. В этом вебинаре мы расскажем об альтернативных площадках выпуска зеленых облигаций в Европейском Союзе. Мы продолжаем расширять географию в сторону ЕС, так как мы сами тут находимся, и поддерживаем рабочий контакт с площадками, про которые мы сегодня расскажем. Помимо этих площадок есть, естественно, еще азиатские площадки, США, и, безусловно, есть потенциал найти своих фионеров у бирж стран СНГ и Черноморского бассейна. Рассказывая про листинг на европейских биржах, логично начать с описания ключевых преимуществ листинга на данных площадках. Первое и самое важное преимущество – это доступ к широкому кругу инвесторов, на международных рынках капитала. Европейские биржи предоставляют доступ к крупнейшей и ориентированной на долгосрочную перспективу в базе инвесторов для устойчивого финансирования, предлагая уникальный пул международной ликвидности. На европейских площадках есть большой спрос на зеленые инвестиции в евро. Большинство международных инвесторов имеют четкую установку инвестировать в зеленые и ответственные. Но при этом мало кто из них готов нести дополнительные валютные риски и смотреть на локальные листинговые площадки. Второе важное преимущество – это более низкая стоимость заемного капитала, чем на локальных площадках развивающихся рынков. Третье преимущество – повышенное доверие инвесторов к уровню раскрытия информации. Ценные бумаги, допущенные к обращению на европейских биржах, должны соответствовать строгим стандартам, чтобы повысить доверие инвесторов к уровню раскрытия информации. Многие биржи предоставляют имитентам возможность отображать ключевые документы, такие как внешние обзоры, систему устойчивого развития и годовые отчеты об устойчивом развитии в своих профилях на сайте. Кроме того, на этих биржах есть обязательства по ежегодной отчетности. В нашем ESG-рэнкинге российского крупного бизнеса, например, второй год лидируют компании, торгующиеся на международных биржах, так как они уделяют большое внимание ESG-факторам. Четвертое преимущество – это международное признание и PR-бонусы для имитента. Облигации имитента будут стоять наряду с высококлассными международными выпусками транснациональных компаний, национальных институтов, местных органов власти и муниципалитетов. Как мы уже говорили в прошлых вебинарах, одним из ключевым преимуществом выпуска зеленых облигаций является именно PR-эффект. При выпуске зеленых облигаций в сегменте устойчивого развития основных европейских бирж этот PR-эффект максимальный. Последнее, но тоже важное преимущество – это солидный опыт европейских бирж в листинге и администрирование облигаций, то есть все процедуры налажены. Итак, мы уже обсудили, почему зеленые облигации, почему в Европе, но если выпускать зеленые облигации, имеет смысл также разместить их не просто так, а в сегменте устойчивого развития. У каких европейских бирж есть такой сегмент? Давайте посмотрим. Начать поиск стоит с инициативы Sustainable Stock Exchanges, которую мы уже упоминали в нашем первом вебинаре, рассказывая про формирование рынка зеленых облигаций. Инициатива устойчивой фондовой биржи Sustainable Stock Exchanges поощряет корпоративные инвестиции в устойчивое развитие и действует с 2009 года. Это проект Организации Объединенных Наций ООН, совместно организованный с United Nations Conference on Trade and Development, United Nations Global Compact, United Nations Environment Program Finance Initiative и при поддержке принципов ответственного инвестирования ООН, UNPRI, про который мы также уже рассказывали. Другими ключевыми заинтересованными сторонами являются Всемирная Федерация Бирж и Международная Организация Комиссии по ценным бумагам и ОСКОМ, хорошо знакомые нам по принципам отсутствия конфликтов интересов корпоративного управления для кредитных рейтинговых агентств. Состояние на Бостоке с Чеченчей Нишетев предоставляет многостороннюю учебную платформу для фондовых бирж, инвесторов, регуляторов и компаний. На этом слайде вы видите некоторую инфографику. Тут мы видим краткую статистику. Количество бирж-партнеров и инициативы 96. Но партнерство – это только начало пути знакомства с принципами ответственного инвестирования и стандартами. 54 биржи-партнеры и инициативы выпустили свои письменные рекомендации по раскрытию ИСЖ-отчетности. И 24 из них сделали эти рекомендации строго обязательными. До сегмента устойчивого развития дошли только 22 биржи. Мы видим, как воронка устойчивости сужается. На следующих слайдах мы видим перечисление 22 бирж-партнеров и инициативы устойчивой фондовой биржи со своими выделенными сегментами устойчивого развития. 12 из них находятся в Европейском Союзе и 5 из 12 объединены в группу NASDAQ. Про каждую из этих площадок мы сейчас расскажем вам чуть подробнее. По данным Состейного Бостока-эксченжера и Синишетер на этих 22 биржах размещаются почти 14 тысяч компаний с совокупной рыночной капитализацией около 17 триллионов долларов США. Мы будем рассказывать о площадках в порядке, установленном на прошлых слайдах, и начнем с Австрии. Площадка Венской биржи. Сегмент устойчивого развития на Венской бирже открылся в 2018 году, и на данный момент в нем 27 бумаг. Мой коллега Денис будет дополнять мне статистикой по биржам, расскажет вам подробнее про эти бумаги. Здравствуйте, коллеги. Сегмент устойчивого развития Венской биржи – один из самых малочисленных. В сегменте включены облигации 11 эмитентов, из которых это преимущественно локальные коммерческие банки и компании энергосектора. Кроме того, присутствует один славянский банк CID. Как видите, сегмент достаточно однороден. Есть по одному выпуску социальных и устойчивых облигаций. Среди топ-крупнейших эмитентов все банки, кроме Fairbund AG. Это публичная компания, которая является крупнейшим в Астрии поставщиком электроэнергии. И крупнейшим эмитентом зеленых облигаций в сегменте Венской биржи является Revising Bank International в портфеле зеленых облигаций, у которого есть даже российские рубли. И в 2018 году банк выпустил первые зеленые облигации, которые направлены были на поддержку устойчивого кредитования в Астрии, а также в Центральной Восточной Европе, с акцентом на экологически чистую коммерческую недвижимость. Кстати, эта цель выпуска облигаций актуальна для Европы, так как на здания приходится около 40% энергопотребления и 35% выпасов парниковых газов в Евросоюзе. Зеленый кредитный портфель Revising Bank включает в себя только кредиты на недвижимость для финансирования экологически устойчивых коммерческих деловых зданий с сертификацией. Если сертификация отказана, если окончательно сертификация не соответствует требованиям банка, то кредит исключается из зеленого кредитного портфеля банка. Кроме того, комплексная Green Bond Framework Revising Bank, она позволяет рефинансировать не только недвижимость, но и широкий спектр экологически устойчивых проектов, в том числе возобновляемые источники энергии, управление водными ресурсами, энергоэффективностью, чистый транспорт. Группа NASDAQ объединяет в Европейском Союзе пять бирж с сегментами устойчивого развития. Это Эстония, NASDAQ, Таллинн, Финляндия, NASDAQ, Хельсинки, Латвия, NASDAQ, Рига, Литва, NASDAQ, Бильнюс и Швеция, NASDAQ, Стокольм. Сегменты устойчивого развития Стокольм и Хельсинки действуют с 2015 года. Таллинн, Рига и Вильнюс с 2018 года. Количество инструментов в теперь уже объединенном сегменте устойчивого развития очень впечатляющее. 3723. Но это включает зеленые облигации, выпущенные эмитентами США. Про некоторые из них, например, Фанни Мэй, мы уже рассказывали в нашем первом вебинаре. Что касается статистики NASDAQ, то если исключить эмитентов из США, в сегменте устойчивых облигаций NASDAQ включено 29 эмитентов из 7 европейских стран. Плюс один наднациональный эмитент – это Nordic Investment Bank, Международный банк региона. Примечательно, что также в секции присутствует самый крупный эмитент Швеции и первый эмитент, выпустивший корпоративные облигации в мире в 2014 году – это строительная компания VASACRANA. Швеция вообще является признанным лидером устойчивого развития в Европе. И по выпуске облигаций, как вы видите, тоже она лидирует с 14 эмитентами. Кроме зеленых, в сегменте присутствуют социальные облигации, выпущенные исландской компанией Rikiavik Social Housing и Великобритании – это финансовая группа HSBC. А также есть один выпуск устойчивых облигаций шведской компании в сфере недвижимости Trianon, цели которой комбинируют доступную чистую энергетику, а также улучшение условий труда – это социальные цели, сокращение неравенства и развитие устойчивых городов. Секция устойчивых облигаций NASDAQ дает максимально полную информацию об эмитентах. На примере Nordic Investment Bank вы можете видеть, как подача информации в виде диаграммы позволяет проанализировать, на какие цели были выпущены облигации. Например, в случае с банком 27% выпуска направлены на проекты возобновляемой энергетики. По 25% направлены на финансирование зеленых зданий и управление водными ресурсами. Что еще интересное можно добавить у Nordic Investment Bank? В 2019 году им были выпущены Blue Bonds. Это голубые облигации, которые направлены на инвестиции в область управления водными ресурсами и защиты регионов Балтийского моря. Самая близкая к нам территориальная – это немецкая биржа Deutsche Borsa. Сегмент устойчивого развития на ней открылся в 2017 году и включает в себя 208 бумаг преимущественно вторичного листинга. Сегмент устойчивого развития на Borsa Frankfurt, через нее он работает на Deutsche Borsa, объединяет облигации, которые соответствуют принципам ИКМА и котируются на различных европейских фондовых биржах. При этом условия secondary листинга Deutsche Borsa также допускают вторичный листинг облигаций других устойчивых бирж в сектор устойчивого развития. В том числе, например, и Moex можно включить. При таком вторичном листинге биржа полагается на отчет внешнего верификатора и оценку этого отчета биржи первичного листинга. То есть, если облигации считаются зелеными по требованиям биржи первичного листинга, они практически автоматом попадают в этот зеленый сегмент вторичного листинга. По статистике биржи, на бирже представлено 76 эмитентов с облигациями в 15 валютах. Учитывая расположение биржи в финансовой столице Евросоюза, в сегменте, конечно, преобладают выпуски наднациональных институтов, таких как Европейский инвестиционный банк, Международный банк реконструкции и развития, а также государственный немецкий банк КРВ. Хотя также присутствуют суверенные облигации, например, Чили, Польша, а также присутствуют крупные европейские компании, например, испанские производители электроэнергии Ибердрола. Кстати, Ибердрола в 2014 году стала первой испанской компанией, которая выпустила зеленые облигации и продолжает оставаться одним из крупнейших эмитентов даже во время пандемии, так как в 2020 году, уже в этом году, первая испанская компания, которая выпустила зеленые облигации на рынке объемом 750 миллионов евро. Цель выпуска этой компании включает проекты по возобновляемым источникам энергии, а также проекты по интеллектуальным электросетям. Борзо Италиано, Италия. Сегмент устойчивого развития открыт в 2017 году, и количество бандов в сегменте 82. Через лондонскую фондовую биржу Борзо Италиано придерживаются инициативы по климатическим облигациям и соответствуют принципам зеленых облигаций ИКМА. Лондонская фондовая биржа также является одной из сторон, подписавших парижское соглашение по климату. К ней мы скоро вернемся. Что можно добавить по статистике по Борзо Италиано? На бирже в сегменте устойчивого развития присутствует 21 эмитент. Из топ эмитентов это Всемирный банк, КФВ, Европейский инвестиционный банк, а также страны Польша, Нидерланды, Ирландия и Бельгия. Среди корпоративных клиентов можно выделить итальянскую компанию Hera Group, о которой мы говорили о нашем первом вебинаре. Это лидер в сфере экологических услуг. Он является одним из крупнейших в Италии, работает в секторе охраны окружающей среды, утилизации отходов и водоснабжения. Компания выпустила зеленые облигации на финансирование водную инфраструктуру, очистные водные сооружения, а также систему по сбору и переработке мусора, в том числе мусорные контейнеры, транспорт и другие цели. Luxembourg Stock Exchange – мировой лидер в листинге зеленых облигаций. Первая зеленая облигация, выполненная EIB – European Investment Bank, была зарегистрирована в Люксембурге в 2007 году. Год открытия сегмента устойчивого развития – 2016, и в нем почти семь сотен устойчивых облигаций. Этот сегмент называется «Люксембургской зеленой биржей» – LGX, и выделен в отдельную платформу для зеленых социальных и устойчивых облигаций. Люксембургская биржа на днях в четвертый раз получила премию биржи года от организации Environmental Finance за вклад в развитие финансовых инструментов устойчивого финансирования. LGX – это также и ворота в китайские внутренние зеленые ценные бумаги, точка доступа к данным и информации о китайских внутренних зеленых облигациях, котирующихся и торгуемых на шанхайской фондовой бирже или торгуемых на китайском межбанковском рынке облигаций. Остановимся чуть подробнее на условиях включения в LGX. Шаг номер один – листинг финансового инструмента на одном из рынков, обслуживаемых Люксембургской биржей. Это удовлетворение общим требованиям первичного листинга облигаций вне зависимости от их зеленого статуса. Шаг номер два – определение какой категории относятся облигации – зеленые, социальные, устойчивые или ESG-фонды. Шаг номер три – обязательное раскрытие информации об использовании средств и документов, такие как внешние оценки, Second Opinion и Green Bond Frameworks. Шаг номер четыре – это выполнение обязательств после листинга. Все облигации, допущенные на LGX, требуют дальнейшего предоставления регулярной отчетности о поступлениях и или воздействии. В отличие от других бирж, сегмент устойчивых облигаций LGX, пожалуй, самый диверсифицированный по типам облигаций и географии имитентов. Как вы видите, на бирже в сегменте устойчивого развития присутствует 185 имитентов из 32 стран. Общие эмиссии более 245 миллиардов долларов США и 28 валют. Кроме того, присутствие значительного числа банков развития, вы видите, что из топ-10 имитентов самыми крупными имитентами является Международный банк реконструкции и развития, а также Европейский инвестиционный банк. Из стран имитентов лидируют имитенты из США, Германии и Нидерландов. На диаграмме вы видите, что преобладают зеленые облигации, около 60% всех выпусков, а также есть социальные устойчивые облигации и облигации из G-фондов. Хотелось бы добавить, что люксембургская биржа, она действительно довольно диверсифицированная. Как мы уже сказали в начале в дисклеймере, и всегда повторяем, под зелеными облигациями мы имеем в виду не только зеленый, но и весь сегмент. И здесь вы видите на этом графике, сегмент действительно очень диверсифицирован и используются все возможные виды инструментов. Кроме этого, присутствие значительного числа банков развития обуславливает направленность выпусков на проекты именно на развивающихся рынках. В данной таблице вы можете видеть примеры миссий зеленых облигаций, выпущенные развивающимися рынками, по эмитентам, странам и целям выпуска. Например, вы можете видеть, что выпущены облигации в Аргентине местными провинциями, а также международными финансовыми институтами в Марокко, в Таиланде, банкам Китая в Китае и в других странах. Из развивающихся рынков это в основном банки развития либо субсуверенные имитенты. Следующая биржа, на которой мы остановимся, это биржа Усла, Норвегия. В январе 2015 года Усла Берса стала первой фондовой биржей в мире с отдельным списком зеленых облигаций. Список был составлен для того, чтобы повысить прозрачность выбора зеленых инвестиций. Все зеленые облигации имеют субфикс G в тикере, чтобы увеличить видимость займа, как благоприятный для климата инвестиции. Сейчас биржа присоединилась к группе Euronext. Основная зеленая площадка группы Euronext – это Euronext Dublin. Она открылась в четвертом квартале прошлого года и уже включает более 200 бумаг от более 80 эмитентов. Для эффектного старта площадки с солидным списком ответственных бумаг команда очень хорошо поработала. Сегмент устойчивого развития провел большую работу, консультировав с участниками рынка по процедурам и оценивая бумаги в обращении, рассматривая, можно ли включить кого-то из них в новый сегмент. Иногда такая инициатива по включению в сегмент шла от самого эмитента, а иногда и непосредственно от команды биржи. В этом плане это довольно особенный кейс, что биржа сама проявляла инициативу наполнить сегмент. Условия включения облигаций в сегмент устойчивого развития Euronext Dublin. Зеленые облигации должны быть допущены к первичному размещению на рынке Euronext. В этом плане требования схожи, как и с LGX. Как мы уже говорили в наших прошлых вебинарах, зеленые облигации, их ключевое отличие от обычных облигаций, в наличии верификации. То есть все требования, которые применяются для обычных облигаций, они точно также применяются и для зеленых облигаций. Второе требование – это наличие независимой внешней оценки в Second Opinion, которая должна быть предоставлена в бирже Euronext. Euronext принимает только внешние проверки с главным критерием в соответствии с требованиями ИКМО, причем не только самой компанией-эмитента, но и верификатором. Третье требование – Second Opinion должны предоставляться только утвержденными верификаторами в соответствии со стандартными климатических облигаций или другими признанными в области стандартами. В качестве альтернативы верификатор может считаться приемлемым, если он может продемонстрировать достаточные опыты знания. Мы, например, как верификатор, ввели с ними диалоги, предоставляли опыты своих Second Opinion, и при появлении клиентов в данный сегмент мы можем быть уверены, что наш Second Opinion обязательно подойдет. И последнее условие – подписанная форма декларации GreenPont. По статистике биржи можно проследить, что на бирже присутствует большое число корпоративных и суверенных облигаций. Среди топ-эмитентов лидирует Франция, Нидерланды, Ирландия, Бельгия – это по странам, а также крупные энергетические компании, такие как Engie – это французская энергетическая газовая компания, Tenet Holding – национальный оператор, систем передачи электроэнергии Нидерландов, а также много других транснациональных и европейских корпоративных клиентов. Мы хотели бы остановиться еще раз на кейсе RGD, так как зеленые облигации RGD-бюро не присутствуют в сегменте устойчивого развития Euronext Dublin. RGD уже имеет в своем портфеле два выпуска зеленых еврооблигаций. В 2019 году на Euronext Dublin еврооблигации на 500 миллионов евро со ставкой 2,2%, и в 2020 году, в марте, компания выпустила облигации швейцарских франков. Кстати, этот выпуск опередил создание сегмента на швейцарской бирже, сегмент устойчивого развития. Ставка купона по данным облигациям очень конкурентная, ниже 1%, и облигации были выпущены для финансирования кредитов, связанных с приобретением электропоездов. RGD является единственным кейсом по выпуску зеленых еврооблигаций в СМГ на данный момент. Как вы можете видеть слева, это скриншот страницы зеленых облигаций на сайте RGD. В этом разделе присутствуют все необходимые документы, которые обычно запрашивают европейские биржи. Это Green Bond Framework, Second Path Opinion, а также предверификация перед выпуском, а также после выпуска. Кроме того, вы можете видеть другие документы. Как Денис уже сказал, выпуск RGD опередил сегмент, и в Euronext они опередили сегмент, попали в него позже. В швейцарской бирже, скорее всего, сегмент тоже скоро последует, они уже присоединились к инициативе, про которую мы рассказали в начале, Sustainable Stock Exchanges, но сегмента на данный момент еще нет. Следующая биржа, на которую мы посмотрим, она наоборот, к сожалению. Любляна Stock Exchange, Словения. Вот открытие сегмента устойчивого развития 2018. Но это скорее грустный пример нереализованного потенциала. На текущий момент публичной информации о публикациях в сегменте устойчивого развития нет. Единственная эмиссия зеленых облигаций в Словении в 2018 году от Сиббанка осуществлена на Бенской бирже, про которую мы уже рассказали в начале списка. Last but not least. London Stock Exchange. Технически это уже не совсем Европейский союз, но это очень важная площадка для листинга, и в частности для зеленого листинга. Год открытия сегмента устойчивого развития 2015. Количество бандов в сегменте устойчивого развития более 200 из 18 стран и в 14 валютах. Посмотрим хронологию основных зеленых событий на London Stock Exchange. Март 2014 года. Выпуск международной финансовой корпорации IFC первых зеленых облигаций, динаминированных в юанях, с привлечением более 500 миллионов юаней. В май 2014 лондонская фондовая биржа присоединяется к инициативе по устойчивым фондовым биржам ООН, про которую мы как раз рассказывали в начале. В апреле 2015 транспорт Лондона выпускает свою дебютную зеленую облигацию для того, чтобы привлечь 400 миллионов фунтов стерлингов для улучшения устойчивости транспортной сети Лондона. Июнь 2015 лондонская фондовая биржа запускает широкий ассортимент выделенных сегментов для зеленых устойчивых облигаций, чтобы предложить повышенную гибкость имитентам. То есть на этом слайде мы видели путь, как они пришли к сегменту. Хронология идет дальше. В октябре 2015 года Сельскохозяйственный банк Китая, агрегал ЧВМ Курчайна, выпускает три транши на общую сумму в 1 миллиард долларов двухвалютных зеленых облигаций. Это первые китайские зеленые облигации на лондонской фондовой бирже. Июнь 2016 года Аксесбанк выпускает первые в Азии климатические зеленые облигации банка, собравшие 500 миллионов долларов. Это первая зеленая облигация индийского имитента для листинга на ЛСЕ. И это самая большая зеленая облигация, выпущенная коммерческим индийским банком. Март 2017 года Национальный банк Абудайби выпускает первые зеленые облигации из региона Персидского залива. Эти банды привлекли в общей сложности 587 миллионов долларов. Лондонская биржа хорошо подходит для пионеров в различных видах зеленых облигаций. Условия включения облигаций в сегмент устойчивого развития Лондон Сток Эксченч. Листинг или допуск к первичному рынку долговых инструментов Лондонской фондовой биржи. Это то, что мы уже два раза подчеркивали, удовлетворяя тем же требованиям, что и обычные облигации первичного листинга. Второй пункт предоставление заполненной декларации устойчивых облигаций. И форма заявки, которая обязательно ток с 1 января 2020 года, которая включает следующую информацию. Описание классификации ценных бумаг по использованию выручки, зеленые цели, социальные или устойчивые, или классифицированные на уровне имитента. Второй пункт раскрытие обязательной информации об устойчивости и документы, такие как обязательный отчет верификатора Second Opinion. И третий пункт признание обязательств по регулярной отчетности и предоставлению дополнительной информации по требованию сегмента устойчивого развития. Как мы видим в очередной раз, процедура листинга и включения в сегменты устойчивого развития всех бирж в этом плане довольно схожая. Основные блоки обычный листинг, как в обычном сегменте. И второй блок это наличие отчета верификатора. Также особенность Лондонской биржи в том, что они рассматривают новые типы инструментов. Они уже запустили консультацию, провели опрос рынка и готовятся к принятию Transition Bonds. Это банды, которые выпускаются с целью перехода от Brown to Green. Ну и заключительный обзор статистики по сегменту устойчивого развития Лондонской биржи. В сегменте традиционно преобладают зеленые облигации, 72% всех облигаций, хотя присутствуют другие типы, такие как социальные устойчивые и другие облигации, которые не попали под категории согласно требований биржи, но классифицированы самим эмитентом как ответственные облигации. Возможно, это и есть транзитные облигации. Кроме того, Лондонская биржа рассматривает, как сказал Светлана, вопрос включения в секцию транзитных облигаций. Биржа также находится на втором месте после Люксембургской биржи по количеству стран-эмитентов, 23 страны, и на правой диаграмме вы видите, что преобладают облигации корпоративных клиентов 55%, однако среди крупнейших эмитентов преобладают все-таки правительство и международные финансовые институты. Единственная компания, которая попала в топ эмитентов, это компания Северн Тренд Утилитис, которая предоставляет услуги по водопользованию, очистке источных вод Великобритании. Среди стран-эмитентов литирует естественно Великобритания, на втором месте Чили и на третьем США. Мы завершили краткий обзор листинговых площадок в Европейском Союзе. Коротко обозначили основные building blocks, как сделать на них листинг. По первому пункту первичный листинг для обычных облигаций надо обращаться скорее за консультантами к листинг-адвайзерс соответствующих бирж. Если вам нужны координаты этих листинг-адвайзерс, они у нас есть. По второму пункту верификация и Green Bond Framework мы всегда рады подсказать и помочь с верификацией. У нас осталось временно вопросы, мы с радостью ответим на ваши вопросы. Сейчас посмотрим первый вопрос. Это хороший вопрос, Дмитрий. мы пришлем информацию. Это скорее такой узкий сектор фонды, которые инвестируют в ESG-бумаги. Есть ли у нас еще вопросы от слушателей? Пока нет вопросов, я расскажу вам про наши дальнейшие планы по вебинарам. Сегодняшним вебинаром мы временно приостанавливаем скорее сектор про зеленые облигации, потому что мы уже довольно много про них рассказали. Переходим на следующую важную тематику. Это широкая тема ESG. Основа устойчивого развития. Мы начинаем с первого обзорного вебинара, который будет у вас 2 апреля, и будем продолжать эту тему дальше. От одной большой важной темы мы переходим к другой важной теме. Следующие несколько вебинаров будут по ESG тематике. Мы расскажем про саму тему ESG, как она появилась, какие факторы покрывает, про ESG рейтинги, рейтинги, корпоративные отчетности, ESG банкинг и многое другое. У нас появился второй вопрос. Да, у нас вопрос, является ли выпуск RGD на Euronext единственным из российских эмитентов, были ли попытки RGD организации выпуска на других биржах. Да, RGD это единственный российский эмитент, который выпустил зеленые облигации на Euronext, однако есть еще один прецедент, это компания T-Tec, украинский оператор электроэнергии, который также выпустил зеленые облигации на Euronext в Dublin, но эти бумаги не включены в сегмент устойчивого развития. Возможно, компания не придала этому значения и не оформила заявку, не подала все необходимые документы. По поводу попыток выпуска RGD на других площадках, я думаю, этот вопрос надо задать коллегам из RGD. Я думаю, что RGD рассматривает выпуски на многих площадках, но их интересуют больше ценовые условия и ликвидность, а также доступ инвесторов к этим площадкам. Есть ли у нас еще вопросы? По поводу RGD они молодцы, попробовали разные площадки, показали разные возможности. из нереализованных возможностей. Мне кажется, очень интересный момент Secondary Listing в Германии. Это не требует каких-то дополнительных серьезных документов или верификации, но это интересная возможность открыть новые рынки. Если у кого-то из слушателей появятся дополнительные вопросы, мы всегда рады ответить на них по имейлу. Поскольку вопросов сейчас нету, спасибо вам всем за внимание и участие в нашем четвертом вебинаре. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, на котором вы можете прочитать все актуальные новости ответственного финансирования и увидите анонсы наших следующих вебинаров. Мы ждем вас на следующем вебинаре по ESG «Основы устойчивого развития» 22 апреля в то же самое время. Ретрансляции наших вебинаров как всегда доступны в пятницу и в понедельник. Спасибо, до следующих встреч. Спасибо, коллеги, хорошего дня.